Около четырех часов осталось до закрытия избирательных участков в Европе. Наш собственный корреспондент во Франции Елена Минкевич расскажет, как идет голосование и насколько активны наши соотечественники за рубежом. За половину дня работы избирательного участка к первоначальному списку в примерно 150 человек добавилось еще пара десятков. Нашим согражданам для того, чтобы проголосовать за рубежом, достаточно прийти на избирательный участок со своим паспортом или удостоверением личности. Поэтому список в течение дня меняется в сторону увеличения. За это время проголосовало уже больше половины. Это не только те, кто живут здесь, работают, либо учатся, но также и приехавшие в командировку, либо туристы. Голосуют не только граждане Республики Казахстан, находящиеся во Франции. В списке избирателей есть также наши граждане из Португалии и Монако, находящиеся в этих странах по делам или прилетевшие на отдых. Заявки о голосовании на дому здесь, в Париже, ожидали до обеда, но такие не поступали. И членам избирательной комиссии работать на выезде не пришлось. Закроется избирательный участок к полуночи по времени Астаны. И только тогда мы сможем рассказать о том, насколько активны были избиратели здесь, во Франции.